А прежде чем мы начнём, я хочу поблагодарить всех, кто поддержал и продолжает поддерживать мой канал. Доброго времени суток, с вами по-прежнему Арталаски, и сегодня я хочу рассказать про такой важный элемент паркетинга и продвижения, как вирусный эффект. Это достаточно сложный момент, но как показывает практика, один из самых важных и самых эффективных. Придумать вирусное название для своей игры бывает очень непросто, а бывает, что при разговоре с друзьями или удачно брошенной шутки рождается не только название игры, но и её содержание. Вирусный эффект – это когда люди мотивированы делятся друг с другом каким-либо контентом. Тут даже не важно, какие эмоции будут вызывать название вашей игры и её содержание. Важно, чтобы они были сильными. Люди могут одинаково хорошо делиться видео с друзьями со словами «Ха-ха-ха, смотри на этого дебила» или «Вау, смотри, как круто сделано, офигеть, что они мутят». И да, я упомянул именно видео, потому что, как правило, именно они обладают вирусными свойствами. Конечно, ещё есть и различные вирусные картинки, но это уже немножечко отдельная тема. В качестве примера я хочу привести игры знакомого разработчика Азамата. Я не буду слух произносить эти слова, просто прочитайте их сами и всё поймёте. Вы увидели, посмеялись или удивились и скорее всего кинулись писать своему другу-подруге «Смотри, игра называется пиздец» или «А ты играл в ганб***но». Это и есть вирусный эффект, и если у вас получится его добиться, это будет просто шикарно. Только стоит помнить о том, что вирусный эффект может вызвать не только название игры, но и её содержание, её трейлер или иллюстрация к ней. В идеале иметь по одной единице вирусного контента в каждом формате. Видео, изображение, текст, музыка или песня. Хоть что-то из этого может вызвать цепную реакцию, заинтересовать популярных блогеров, летсплейщиков, да хоть пьюдипая. Суть в том, что почти все видеоблогеры стараются сделать свой контент вирусным, добавить какой-то элемент, из-за которого люди будут кидать ссылку на это видео своим друзьям, чтобы показать этот момент. Поэтому, если ваша игра попадет в обзор к такому летсплейщику, то вирусный эффект усилится, как собственно и продажи. Окей, что такое вирусный эффект, мы разобрались, как же его добиться, как сделать вашу игру такой, чтобы ей хотелось поделиться, чтобы её хотелось показать. Для начала определитесь, какие эмоции вы хотите вызывать у тех людей, которые посмотрят трейлер вашей игры. Смех, удивление, шок, страх. Как я уже говорил, не важно, что это будут за эмоции, важно, чтобы они были сильными. Делайте хоррор, так сделайте его таким, чтобы он был реально страшным и покажите это в трейлеры и тогда вы увидите, как ваша игра делится со словами «Охренеть, она страшная, смотри». То же самое и с другими жанрами. Делайте 2D платформер или какую-нибудь игру с путешествием, сделайте упор на графику, чтобы хотелось поделиться вашей игрой со словами «Вау, смотри какая графика шикарная». Вспомните того же Ведьмака, сколько было много скриншотов в группах, люди просто показывали скриншоты и писали «Вау, смотрите какой офигенный пейзаж». Что ж, с этим разобрались, идем дальше. Помимо вызова эмоций можно пойти другим путем, создать узкий круг аудитории или идти на провокацию. И хоть об этом можно снять отдельное видео, я вкратце расскажу здесь. Чтобы вызвать бешеный интерес к проекту, создайте провокацию. Столкните два лагеря друг с другом, только избегайте при этом политику и различные темы вроде расизма, нацизма, сексуальных меньшинств и религии. Вообще забудьте про это, так вы сможете создать себе кучу проблем, а не провокацию для рекламы вашей игры. Также синоним слова «провокация» – срач. Это не самый красивый метод, но он чертовски эффективный. Вспомните того же PewDiePie. Большинство его видео вызывали дикий скандал и бурные обсуждения, что позволяло узнавать про него новым людям, которые еще час назад понятия не имели, кто он такой, а теперь сидят и смотрят все его видео. Провокации могут быть достаточно безобидными, как например на баннерах «Ты не попадешь в этот танк» и плевать, что он занимает весь баннер полностью. Провокацию можно связывать с узким кругом, для примера те же самые баннеры. Эта игра только для избранных. Эту игру смогут пройти только 2% населения Китая и то, если они родились в четные числа месяца при полнолунии. Вообще, затачивать игру под узкий круг аудитории не самая плохая идея, если вы знаете, чего хочет эта аудитория. Японцы клепают хентайные новеллы и горя не знают, а в России за такое и посадить могут. И да, мы плавненько подошли к теме 18+, которая действительно очень даже неплохо вызывает вирусный эффект, на первый взгляд. Игры для взрослой аудитории не имеют вирусного эффекта вообще, как бы это не было парадоксально. Но многие из них имеют очень большой интерес и популярность в определенных кругах. То есть, это игры, заточенные под конкретную аудиторию. Среди этой аудитории, игра может и будет иметь вирусняк, но за ее пределы, как правило, никогда не выйдет. Мой вам совет. Хотите сделать вирусный эффект? В первую очередь, задумайтесь о том, будет ли понятно и интересна ваша игра широкой аудитории. Не только любителям шутеров или квестов Скайрима и Кразиса, но и казуальщикам, играющим в ферму, сидя в офисе. Чем большую аудиторию вы сможете заинтересовать, тем больше вероятность вирусного эффекта. Покажите в трейлере те моменты, которыми захочется поделиться. Это может быть красивая консцена, смешная реплика или жизненная ситуация. И не делайте трейлер долгим. Должна оставаться загадка, чтобы человек уже сам додумал некоторые детали или захотел узнать больше на вашем сайте, канале или группе ВКонтакте. Еще одним шикарным инструментом вирусного маркетинга является песни и музыка. Попросите ваших друзей сыграть на гитаре или пианино композицию из вашей игры и продвигайте это вместе с ссылками на игру. Если композиция будет красивой и не подведет исполнение, вирусный эффект не заставит себя ждать. Можете нарядиться в костюм вашего персонажа и побегать так по городу, снять это все на видео и продвигать его. Это рискованно, но безотказно. Что ж, давайте подведем итог. Чтобы вирусно продвигать игру, она должна вызывать яркие впечатления и эмоции. При этом неважно какие именно. Как это сделать, решать вам и ваши фантазии. Чем больше креатива и новизны, тем лучше. Что ж, если это видео вам понравилось, подписывайтесь и ставьте лайки. А также заходите сюда почаще, ведь видео выходит почти каждый будний день. Ну а с вами был Арталаски, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok